Здравствуйте, уважаемые зрители Паяльник ТВ! С вами Андрей, а сегодня я вам хочу рассказать про очень интересный китайский наборчик, формирующий светодиодную проекцию в пространстве благодаря инерционности зрения. Устройство умеет показывать дату, время, различные надписи и изображения. Оно отлично подойдет для тренировки паки SMD компонентов. Итак, упакован этот конструктор был очень плотно, в большом Европаке. Рассмотрим по порядку. Во-первых, это стандартный пульт управления белого цвета. Дальше, в отдельной пупырке запакована главная плата, на которой уже стоит центральный микроконтроллер. Плата неплохая, с четким слоем шелкографии, сразу понятно, что и куда. Однако, что меня очень неприятно удивило, это банальный несмыт флюс с микроконтроллера. На таких мелочах и строится негативное отношение к китайской технике. Также был вот такой кусочек платы, на которую будут паяться светодиоды. Сами платы потом спаиваются вместе. Пластмассовые стоечки, термоклей, акриловые детали, маленький круг, на котором будет крепиться двигатель и большое квадратное основание, которые покрыты специальным защитным картонным слоем. Этот слой без проблем снимается при помощи отмачивания в обычной воде. Двигатель, без особых опознавательных признаков. Платка-контроллер питания с деталями к ней. USB кабель для подключения питающего напряжения. Пакетик стрёмненьких проводочков, очень сухих и специальные катушки, залитые в эпоксидке, вроде. Которые будут служить для передачи питающего напряжения в саму плату, на которой стоит контроллер. Ну и различный крепеж. В последнем пакетике лежат радиодетали для основной платы. Большая лента SMD светодиодов, которые будут паяться торцами на плату. Соответственно, анодом с одной стороны, а катодом с другой. Микросхемы, ионистор и прочая другая рассыпуха. Давайте приступим к сборке. Каждый паяет так, как ему удобно. Я решил начать с микросхем. Тут всё стандартно. Наносим флюс и паяем. В целом, опять-таки хочется отметить, что сборка данного набора очень неплохой опыт в паке SMD компонентов. Желательно иметь паяльную станцию, для чего именно, вы скоро поймёте. Не забываем всё хорошенько протирать, чтобы выглядело красиво и чисто. Ещё хочется отметить, что на плате есть возможность допаять датчик температуры. Прошивка микроконтроллера рассчитана для работы с ним, но в стандартный набор он не входит. При монтаже деталей старайтесь не усердствовать с припоем, как я. В идеале необходимо получить максимально лёгкую и сбалансированную конструкцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok